ребята всем привет меня зовут дарья и добро пожаловать на мой youtube канал сегодня настал тот день и я наконец-таки снимали вас макияжные видео как же я долго этого хотела просто последнее время у меня в основном были покупки какие-то распаковки и мне хотелось снять их побыстрее кстати если вы не подписаны на мой канал и вам интересны такие форматы видео то обязательно заходите подписывайтесь ставьте лайки и имейте ввиду что на большинство продуктов которые я сегодня покажу в своем макияже у меня уже есть отдельные видео обзоры так что заходим и смотрим но мне сейчас крайне некомфортно сидеть не накрашенной поэтому давайте без лишних слов приступаем к делу волосы назад чтобы мне все это не мешало кожу я уже увлажнила без вас использовала тоже есть обзор использовала вот такой тоник тоник лосьон спрей и вот такой крем все ну и соответственно перед этим умылась давайте сейчас приступим обычно я приступаю с базы но сегодня у меня кожа достаточно и так увлажнена поэтому я не хотела бы лишний раз ее перегружать тем более сегодня я вам покажу такой максимально быстрый мой ежедневный макияж покажу вам можно сказать минимум продуктов и максимум как знаете сейчас в тренде и очень актуальные такие нюдовые естественные макияжи макияж без макияжа эффект такой холеной кожи сияющей глянцевой сегодня мы с вами как раз будем этим заниматься давайте начнем наверное конечно же с тона это будет тональный крем из линейки dior backstage пользуюсь им достаточно уже долго мне он поднадоел но мне он действительно очень нравится это для моей кожи действительно идеальное средство кожа у меня нормальная также подойдет для жирной для комбинированной кожи будет идеально у него такой бархатистый финиш знаете матовые но матовые не наглухо он матовый именно там где это нужно где блеск вот крылья носа например вот у кого жирная кожа комбинированная кожа меня поймут лоб крылья носа спинка носа то есть там он держится идеально матово и можете например нанести вот как я сегодня буду наносить пудру сияющую и это будет смотреться на лице идеально либо под него например сияющую базу которую я обычно использую сегодня просто не буду это увлажняющая сияющая база и в сын лоран очень красивый такой стеклянный флакончик в общем это будет смотреться действительно круто потому что сияние главное не переборщить чтобы это не смотрелось жиром каким-то жирным таким лоснящимся блеском вот на крылышках носа ну в общем это уже рассказала поэтому мы все поняли почему я отдаю предпочтение этому тональному крему он идеально стойкий и мне безумно нравится как он смотрится на моем лице у меня оттенок 0 cr самый светлый это холодный подтон идет посмотрите не знаю видно вам или нет у меня осталось совсем блин боже половина еще грубо говоря когда же я его уже до пользы можно использовать для тела также для зоны декольте здесь целых 50 миллилитров но срок годности 12 месяцев у открытого флакона конечно за это время вот только визажист использует это не факт я по профессии сейчас не работаю короче сам себе визажист вот так встряхиваю потому что если встряхивать его в крышечке точнее с крышечкой то в крышке образуется вот такой вот грязный след я уже намочила свой спонжик мочи спонжики обязательно чтобы он был удобнее в работе и чтобы он не забирал ваши средства ваш тональный крем потому что он впитал в себя уже воду и заберет на вашего средства минимум основную часть он оставит на вашем лице давайте приступим то я все рассказываю рассказываю наношу пальчиками достаточно обильно потому что все таки спонж в себя впитывает еще средства такой мой любимый реально тональный крем на каждый день мне он очень нравится он не подчеркивает шелушение если они есть идеально вообще в любое время года на любой сезон также он имеет хорошую кроющую способность про него реально можно много чего рассказать отдельное видео я про него не сняла на обязательно буду это делать сейчас постараюсь показать вам реально как я быстро крашусь кстати с помощью спонжика мне очень нравится как он ложится мне кстати сейчас есть что корректировать к сожалению у меня скачал прыщик обычно у меня такой ситуации мне немножко не хватило я им пользуюсь также как корректоры красивые под глаза не знаю можно так не можно но мы ее делаем и мне очень нравится такой эффект реально хорошо маскирует это вообще идеальная функция после него действительно ничего не нужно и ничего не хочется хотя очень люблю корректоры консилеры геннете кисточка и все на русском у меня одна была уже закончилась я сделала заказ сейчас у меня стоит пакетик огромный со всеми ранами я еще распаковку не делала поэтому сегодня не буду использовать этот консилер хочу сделать распаковку всех новых средств так что оставайтесь со мной если вам интересно там реально что 5 или 6 когда разговариваю все таки долго вожусь на самом деле этот процесс занимает больше 2 3 минут просто учитывая что приходится еще мочить спонжик поэтому его мыть это тоже расход времени но как лежит тон это просто мимо и земля кстати тон водостойки на лето шикарно мне нравится как он ложится знаете натурально у меня светлая кожа и мне действительно очень тяжело подобрать тональный крем чтобы он прям с ней сливался я всегда беру с холодным батоном это буковка c чтобы был такой розоватый фарфоровый эффект на коже видите вообще границ не видно более плотно ложится если его тушевать пальчиками мне последнее время летом нравится вот так все наверно с тоном мы с вами закончили напишите кстати вот сильно видимо синяки под глазами это даже не синяки это венки поэтому я с ними ничего не могу сделать даже когда я пользуюсь корректора консилера он все равно это не скрывает все сейчас немножко впечатаю откуда они взялись я уже подготовила для рук чтобы не трогать все флаконы руками в тональнике потому что реально проще вытереть руки чем потом вытирать все флаконы давайте приступим к пудре это пудра просто отвал всего это герлен метеориты знаменитые классическая версия у меня во втором оттенке самый светлый у меня также есть кисть тоже из этой же серии это кистика натуральная из козы здесь есть такой спонжик в принципе можно им пользоваться но в основном он для защиты шариков шарики выглядят у меня вот так вам видно здесь такие самые светлые цвета также цвета для коррекции сияния просто я такого еще не встречала он как хайлайтер реально эта пудра как хайлайтер выглядит на выступающих лицах лица как раз там где надо я не могу сказать что она что-то корректирует нет конечно нет она ложится вуалию она легкая она такая знаете полупрозрачная немедленно вот она чуть-чуть дает коррекцию лицу чтобы она выглядела такое более идеально ваша кожа только лучше и свечение сияния конечно зависим от того сколько вы нанесете такое оно у вас и будет смотрится очень красиво конечно пудра не компактная очень жаль знаю метеорит есть и компактно их удобно будет носить в дорогу сапог дать возить перевозить шарики лучше не транспортировать пусть они у вас стоят кстати аромат немножко выветривается ему за годик у меня объем огромный ранее лет на 5 хватит сухими текстурами может не очень кожи так прям вот действительно цвета коррекция чуть-чуть но есть может вы сразу не заметите кто-то не понимает вообще для чего мне понравились прям сразу в принципе нужно особо ничего корректировать просто так как я после тона я люблю запудриваться только для того чтобы дальше наносить сухие текстуры то есть если я не буду запудриваться у меня все мои сухие текстуры просто к лицу прилипнут и у меня будут пятна поэтому обязательно если у нас наносите после тонального крема сухие текстуры обязательно запудрить это собственно для этой цели видите разницу я надеюсь что вы видите мне очень нравится я в восторге от этой кудры я всем могу ее посоветовать если вы хотите поиграть и вам не нужно ничего маскировать на своем лице 22 грамма 25 грамм плюс и коробочка красивая такая украшение теперь давайте перейдем к контурингу у меня контуринг от dolce gabbana вообще его можете найти в разделе пудр это оттенок знаменитых оттенок 100тан тут всего 5 грамм футлярчик лимитка как я поняла раньше он был вот такой золотой также можно было как типа инкрустировать его какими-то камушками кисточка кстати натурально удобно очень носик контурировать и если вы хотите затемнить складочку то в принципе можно это кисточка это сделать мне очень нравится но на мой взгляд я бы жила более такой серый использую кисти миниджи на них у меня был обзор вот этой кистью факелообразной я люблю проводить никаких линии мы не придумываем вот скула вот скуловая площадь делаем чуть чуть выше тушим квестком вот так это делаю я как раз этой кистью очень удобно сделать мне нравится как наносится продукт нравится как он тушуется нравится в принципе его цвет но мне не понравилось что он у меня начал смотреться каким-то рыхлым с какими-то точками после того как я залезла у него не родной кистью это мне не очень нравится но контуринг хороший конечно дороговато не скажу что у него есть что-то особенное но у меня другого контуринга нет я сейчас пользуюсь только люксовой косметикой поэтому 10 люксовых контурингов покупать это конечно перебор у меня только один и пользуюсь только ими носик тоже я похожу чтобы его немножечко сузить у меня так в принципе нормально нам же всегда хочется чего-то лучше чего-то лучше что-то лучше может быть и что-то лучше у меня каждое видео новые слова какие-то так же немножечко затем меняю мне нравится как он так смотрится почерчиваю личико примерно так получается возможно вы ничего не видите камера еще седает цвет но для макияжа без макияжа у меня очень часто даже иногда муж не замечает что я накрашена а лицо выглядит видимо он такой зачем тебе краситься я такая действительно мне зачем мне краситься я и так прекрасна а я уже накрашена понимаете вот это главная фишка такого макияжа быстро все это на самом деле проходит очень быстро так обратно спешу я сама такое видимо так что это мне еще надо теперь моя любимая румяна это румяна Clorans 01 baby они вот как как baby doll знаете вот такие вот розовые розовые как барби тут тоже зеркальце есть вот такая кисть очень удобная вуально наносится слюда так выглядит цвет мне нравится его использовать когда я крашу губы чем-то розовым они матовые смотрят очень натурально красиво этой кистью очень удобно работать видите извините конечно что я смотрю в основном туда потому что у меня там зеркало давайте сделаем вот так все таки маленькие зеркальца 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 пусть будет так они не очень удобны потому что у них не видно все лицо вы можете ошибиться нанести либо не нанести куда нужно куда не нужно в общем вы меня поняли мне нравится такой эффект легкого румяного морозца такой реально прям как будто вы пришли с холода чуть-чуть было прохладно и это реально ваш оттенок прям красивый я его советую я давно искала здесь на носик тоже чуть-чуть нанесу вот в принципе все лицо у меня готово остался только хайлайтер здесь у меня идет палетка так ждет backstage вот такая это новая палетка для осяния лица здесь только хайлайтер я эту палитру просто обожаю ее можно использовать все цвета можно смешивать можно использовать также один оттенок поэтому у меня кстати отдельно на нее есть обзор и пока да из того что я показала отдельный обзор есть только на нее в общем цвета реально роскошные это розовое золото здесь есть также просто золотой если вы не хотите какого-то розового макияжа светлого хотите чего-то такого потемнее просто розовый как бы они не ко всему подойдут не каждой помаде подойдет розовый поэтому иногда требуется какое-то золото и вот оно здесь есть реально универсальная палетка это ноль четвертый по моему оттенок роз болт да мне очень понравилась ее функциональность теперь также я беру кисть миниджи веер и нанесу-ка я все кроме золота наношу вот такими движениями и под брови также прохожусь вот так удобная кисть долго конечно к ней привыкала после такой обычной кисти но привыкла и мне очень нравится хайлайтер всегда мы наносим на скулу вот именно вот повыше вот именно на выступающей части лица будет красивое сияние действительно достойная палетка если хотите убить всех зайцев сразу берите ее но перед этим посмотрите мой обзор там всего очень разных освещениях по носику я тоже прошлась как можете заметить для чего это сделала чтобы он был более выразительным чтобы он казался еще уже губки чтобы казались пухлее теперь убираем вот эту кисть и уже пальчиком я добавляю во внутренний уголок глаза чтобы взгляд смотрелся ярче вот видите чтобы были такие всполохи и также у кого есть такая же проблема с цветом венок возле глаз вокруг глаз как раз вот в этом месте есть такая знаете синева зеленезна зеленца что-нибудь такое то замечательно это ювелирно так вот скрывают и мне мало сияния я также чтобы слой был более такой плотный прохожусь еще и пальчиком по всем зонам которые я выделяла уже кистью можете сравнить как выглядит наслаивание по носику тоже я прохожусь чтобы носик немножко был сдорнутый я делаю вот так напитку и прохожусь по спинке визуально становятся более такие застренные черты лица на самом деле когда вы наметите уже себе много раз пройдетесь по этим всем зонам вы будете делать это все реально на автомате все очень просто просто смотрите на свое лицо и не придумывайте никаких линий просто подчеркивайте достоинства и все это то для чего нужна косметика ну и конечно же скрыть какие-то мелкие косячки но с помощью косметики конечно переделать лицо это очень длительный процесс это конечно же можно сделать безусловно но вам оно нужно например я в декрете сейчас меня постоянно ждет ребенок поэтому я стараюсь краситься быстрее чтобы быстрее выйти этот макияж у меня занимает реально минут ну могу за 10 уложиться 10-15 реально все лицо у меня готово сейчас мы будем оформлять с вами брови у меня для бровей есть карандаш шанель на него есть отдельный обзор это 30 оттенок брюнет натурал я прям активно пользуюсь мне нравится его текстура он такой пудровый стойкий идеально мне подходит по оттенку моих бровей под оттенок моих волос вот действительно идеально мне нравится как он ощущается на бровях он прям их так покрывает вот обволакивает очень приятная вещь действительно нужно мне его подточить уже прям сточил уже прям перед видео конечно перед видео всегда происходит все и слава богу в основном многих так очень сложно разговаривать когда ты красишься особенно наверное будет тяжело делать стрелки вот так получается и практически ничего не видно что вы красили но брови стали более выразительными если хотите добавить какой-то графики то можете использовать гель для брови у меня кстати есть вот Givenchy вот такой очень мне понравился очень удобная такая кисточка у него но сейчас так как у нас быстрый макияж я не буду это делать потому что это знаете не первая необходимость для меня вот необходимость это хайлайтер румяна могу в принципе отказаться от контуринга можно это было бы сделать либо даже отказаться от хайлайтера потому что у меня есть одни румяна которые действительно смотрятся на скулок как хайлайтер прям красивые такие переливы поэтому брови конечно для меня это очень важно брови это ваш взгляд сейчас щеточкой я почищу отправлю все немножко подтушую уложу так как мне нужно к бровям у меня претензий к своим вообще нет щипаю по минимуму вот что у меня получилось надеюсь вам видно дальше что у меня остается мы с вами ребята на финишной прямой пользуюсь я в основном вот этой тушью гипноз ланком на нее есть отдельный обзор сейчас она у меня к сожалению уже немножечко подсохла но я ее настолько сильно люблю она мне настолько нравится она настолько удобная настолько реально создает и моделирует брови создает красивый объем реально можно наслоить она причем легко смывается но единственный минус она у меня немножко отпечатывается на верхнем веке это прям существенный минус если бы не он я бы скорее всего покупала ее и покупала бы но она остается там а так это реально тушь которая не осыпается не склеивает ресницы то есть она создает объем за счет того что она каждую ресничку обволакивает каждая ресничка выглядит объемно не за счет того что она склеена просто и там комки туши здесь такого нет это реально тушь все как заявлено просто я не понимаю у меня века не жирная реально не жирная я не понимаю почему она отпечатывается у меня просто я вот мужчина реально почему у меня даже дешевые какие-то туши они никогда не отпечатывались а тут тушь извините дорогая и отпечатывается почему кстати она очень долго играющая я уже крашусь ей чуть больше чем полгода месяцев 7 наверное и ей все еще можно красить у меня есть другие туши кстати вот Эвсен Варан уже заказала еще не попробовала ее я боюсь что она меня разочарует устала она так же у меня были как-то туши в Эвсен Варан они очень быстро застывают прям реально одна вообще была ужасная она у меня закончилась не засохла не застыла просто закончилась прям у меня настолько там мало было она такая неочемная была я уже пользовалась только чтобы ее допользовать наконец-то ужас такие вот такие вот откровенные и Диоровская тушь у меня была очень хорошая мне понравилась Диора Дикт сейчас ее не выпускают к сожалению там была силиконовая щеточка но мне сейчас больше нравятся вот такие она очень удобная не попадешь себе в глаз и главное что у нее ворсинки не склеиваются видите она прям какая была такая осталась реально хорошая формула туши я могу посоветовать ну вот я вам рассказала про свою проблему у меня действительно она отпечатывается для меня это существенный минус особенно это неудобно ладно вот я сейчас не крашусь тенями сильно иногда только и то мне не нравится а представьте если у меня тени будут ну вот я даже хайлайтер под бровь делаю и мне приходится когда я вытираю веко верхнее мне приходится смывать и хайлайтер а ходить со следами ну такой себе очень вообще неопрятно смотрится сейчас крашу низние реснички это очень ответственный момент главное не накосячить это будет плачущий клоун я надеюсь что вам меня хорошо слышно если нет то просто сделайте погромче вроде бы все стараюсь реально громче говорить но у меня не получается делать одновременно два дела нормально у кого так получается напишите пожалуйста так ребятки к сожалению как могли заметить камера покинула чат потому что я уже сижу с накрашенными губами я уже полностью закончила видео подхожу к телефону смотрю а там запись уже закончила раньше чем закончила я представляете как обидно в общем давайте на чем я остановилась пишем отзывы мне про эту тушь если пользуетесь и свои варианты почему она у меня отпечатывается на верхнем веке кстати я сейчас быстренько дострою нижние реснички все таки все таки мне немножко не понравилось как я это сделала в первый раз поэтому я сейчас тут аккуратненько подправлю очень удобная щеточка для построения нижних ресничек вот 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 хорошее тушь это реально моя любовь и объем у нее вроде неплохой там 6 миллилитров вроде даже может быть 9 хороший объем хватает надолго теперь давайте перейдем к губам губы я уже накрасила это у меня вот такой блеск от Givenchy в 0,9 оттенке здесь 6 миллилитров продукта давайте я подкрашу губки еще раз щеточка вот такая кисточка очень удобная ворсистая здесь плоская такая поверхность логотип Givenchy туда набирается достаточно много средства много продукта чтобы накрасить даже вот мои пухлые пухлые реснички пухлые у меня реснички даже чтобы накрасить мои пухлые губки в один раз одного макания достаточно вообще верхнюю нижнюю все прям я прокрашила замечательно давайте накрашу еще раз пусть будет более пигментированно от цвета я в восторге честно скажу это именно такой розовый который я искала я люблю сильно такие знаете с холодным потоном потому что мне кажется они не сильно кому-то идут на загорелых смотрятся странно на бледных смотрится как-то слишком мертвятски бледно здесь прям самое то и кукольные розовые у вас есть и плюс такой какой-то нейтральный потон он вроде бы теплые но сам цвет розовые холодненький красиво и объем губам дают точнее дает сейчас докрашу и ухаживает за губами замечательно два-три раза в день вы его используете на следующий день и в тот же вечер у вас губки просто такие гладкие мягкие он реально питательный все шелушения если они есть он их не подчеркивает наоборот как-то вот камуфлирует их можно так сказать как я уже сказала дает объем губам хотя этого заявлено не было блеск такой реально глянцев это прям как жидкое стекло такое чувство словно я накрасила вначале помадой а потом сверху прошла с таким прозрачным блеском для губ в общем красиво смотрите какой получается макияж да что я могу еще сказать не скатывается держится долго не залипает в складочки губ не скатывается в тонкую полосочку белую это для меня очень важно потому что было много блесков и люксовых ой масс-маркет весь залипает весь скатывается в эту полосочку люксовый даже некоторые те этим грешили этот же смотрится идеально к нему тянется рука каждый день и это реально мой фаворит именно такой розовый и хотела все теперь я вам покажу сейчас кстати вот таким вот фиксом я еще пшикнулась от клоранс здесь 50 миллилитров выглядит как парфюм давайте пшикнуть еще раз хотя я уже напшикалась куда мне ну придется еще раз вот так чуть-чуть вкусно пахнет такая мыльная роза ребятки ну я прям реально я прям сейчас буду плакать у меня я заканчиваю это видео уже в третий раз у меня реально сейчас опять обрубилась вся съемка потому что телефон переглючила и оказывается то что я скинула на комп он типа посчитал что это не скинула это типа осталось все в нем а на самом деле там было пусто и в итоге я начинаю сейчас пересматривать и я еще и забыла включить лампу так что посмотрите пожалуйста как макияж выглядит при нормальном освещении давайте я волосики приберу как-нибудь красиво уложу вот как то так посмотрите на макияж надеюсь вам все видно надеюсь я сейчас смогу нормально закончить насчет вот этого фикса он не фиксирует но честно с ним как-то поспокойней хотя может и фиксирует но чуть-чуть ну такая интересная игрушка хотите попробовать в принципе берите там даже есть маленький объем вот такой тональный он реально водостойкий он всегда остается на мне несмотря даже на то что сколько градусов на улице а сейчас жара прям вообще неимоверная но уже чуть-чуть на спад идет но все равно еще жарковато надеюсь это сейчас все записывается и в четвертый раз я смогу с вами попрощаться кстати еще мне удалось выяснить очень важную информацию дико орал ребенок но этот ребенок был не моим моя сидела спокойненько в колясочке да у меня послушный ребенок чу-чу-чу-чу так что все нормально если слышите крики знайте это не мой ребенок так ну вроде все идет нормально запись я надеюсь идет давайте с вами прощаться извините что видео получилось длинным надеюсь что вам было интересно рассказывайте про свои фавориты может быть вы чем-то пользуетесь и особенно расскажите пожалуйста про вот эту тушь у кого может быть она тоже отпечатывается и что вот вообще с этим делать либо просто ее не покупать подписывайтесь на канал ставьте лайки смотрите мои следующие предыдущие видео всем спасибо за просмотр с вами была Даша всем пока пока